Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, поэтому я призываю всех возвращаться сюда, потому что вместе интереснее. Вот, ну, с вами здесь присутствующими, разумеется, наиболее интересно, потому что, я так понимаю, стали самые заинтересованные. Ну вот, а мы с вами продолжаем разговор про питончик. На этот раз у нас последняя такая большая тема, связанная с тем, без чего никого питончика не существует. Это разговор про множество из словарей. Как произошло уже с некоторыми темами, насчет которых мы с вами тут встречаемся, она рассыпалась на две, и одна из них внезапно выпала из нашего рассмотрения. Это разговор про хэши, про хэш-функцию как таковую. Дело в том, что нормальный обстоятельный рассказ про хэш-функции, хэш-таблицы, это примерно одной, если не чуть больше, объем лекций. Это только простые хэши, потому что бывают еще всякие смешные хэши другие. Поэтому я вас отсылаю на какие-то другие ресурсы, ну или на записи 19-го года, где я посвятил больше времени. А сам просто, если вы ничего про это не знаете, или тщательно про это забыли, то советую заглянуть куда-нибудь хотя бы в Википедию на эту тему. А если вы это помните, тогда просто напоминаю, что хэш-функция. Это такая специальная функция, у которой есть дискретная область определения и скрепная область значений. И она преобразует одно множество в другое, область определения в область значений. Все функции так делают. И главная ее фишка, две главные фишки хэш-функции, это преобразование всегда однозначно. То есть у конкретного объекта из области определения всегда однозначно определяемый результат хэш. И мощность области определения, как правило, меньше мощности области значений. Иначе хэш просто не нужен. Если у нас есть перечислимое множество, которое само по себе перечислимо, то, в общем-то, и да, и нас удовлетворяет объем этого множества, мы можем по нему свободно гулять, то, в общем-то, все равно, есть ли у элементов это множество хэш или нет. А вот если наше множество очень большое или даже актуально бесконечное, в том смысле, что оно, конечно, перечислимое, но перечислить все его элементы не представляется возможным, то заведение хэша, которое превращает, значит, вот эту большую область определения в актуально меньшую по мощности области значений, это очень хорошее. Или по объему, не по меньшему, а по размеру. И это как раз две неотменимые фишки у хэша. Все остальные свойства хэша, которые вы, наверное, когда-нибудь слышали в курсе по безопасности, в курсе по структурам данных, где угодно, эти свойства, вообще говоря, необязательны. Например, совершенно необязательно, хэш должен быть взаимно однозначный. Более того, из того, что хэш уменьшает размер области определения, у него больше, чем его в значении, и следует, как бы, что этой взаимно однозначности на самом деле нет. У хэша не обязательно должна быть равномерность, в том смысле, что для почти похожих значений, очень часто требуют от хэша функции, что для почти похожих значений, значение хэша на самом деле сильно размазано, различается по, разбросано по области значения. Нет, это тоже необязательное свойство. Мы это сегодня увидим. Невосстановимость хэша, это вообще, то есть по хэшу нельзя получить, подобрать, иначе как брутфорсом, исходное значение объекта. Это вообще свойство, связанное только с безопасностью. Так-то оно, в общем, никому не нужно. Во всех остальных случаях. Напоминаю сразу, что если вам нужны какие-то волшебные числа такого рода, обращайтесь к специальным модулям в питоне, в первую очередь к модулю... Да, секрец. Совершенно справедливо. И там вот на основании его еще чего-то можно придумать хэш с более безопасными, более секьюрными свойствами. Вот. Значит, нас с вами интересует однозначность и изменение области определения. Вот. Вообще говоря, однозначное и вполне себе короткое, однозначным и коротким, вообще говоря, является идентификатор объекта, который мы с вами уже видели. Вот. Вполне себе. Это целое число. Более того, мы с вами даже высказали подозрение, что в питоне написанном на C это число... Это адрес в памяти. Такое ощущение, что в разделе куча. Вот. Врать не буду. Где-то там. Какая-то динамически выделяемая память. Явно на сверху виртуального адресного пространства, видите, да? Но не в разделе стека, который еще выше. Значит, и мы с вами знаем, что у различных объектов этот идентификатор различен. Более того, он взаимно однозначен. Он не просто однозначен, да? Вообще, вот мы можем проверять, что один объект является другим на основании того, что у них совпадают идентификаторы. Почему идентификатор не подходит? А ровно поэтому у нас два разных объекта могут быть равны, но поскольку они разные, их ID не совпадают. Ну, у этих совпадают. Волшебным образом. Как интересно. Ну и тем не менее. Я думаю, что у нас был в лекциях пример. Я просто сейчас не готов его вспоминать. Ну, получится, не получится. Получилось. Вот вам пример, когда у нас есть два константных объекта в памяти. Это два тюпля, два кортежа. Они равны, но их идентификаторы не совпадают. И это означает, что мы нарушили свойство однозначности на самом-то деле. Да, мы его нарушили, потому что у нас есть равные объекты. И с точки зрения хэш-функции у них результат функции должен быть одинаковый, а он разный. Не годится. Тем не менее, хэш настолько популярный инструмент моделирования данных, особенно данных с относительно быстрым доступом, как мы сегодня попытаемся очень кратко понять, что в питоне вообще есть специальная функция хэш, и вот она как раз одинаковая для одинаковых объектов. Функция хэш – это тоже целое число. На этот раз, естественно, у него нет никакого смытого из крысла. Оно может быть чем угодно. Более того, есть соображение, что для почти похожих объектов она должна сильно различаться. В некоторых случаях не обязательно. Не должна. Может сильно различаться. Давайте попробуем. Вот, пожалуйста. Почти похожие объекты, но отличие полное. Тем не менее, на самом деле это не так. На самом деле не совсем так, потому что хэш, например, от целых чисел равен этому числу. Или там, ну что-нибудь такое. Нет, вот хэш от срок уже все. А от целых чисел, вот, да. Что? Апечисленные. Давайте попробуем. Уже. Ну вот, то есть это свойство не… Мы можем надеяться на это свойство разбросности и невосстановимости, но не так. Мы можем технически его предполагать, но надежно его предполагать мы не можем. Мало ли что. Хэш – это некоторая функция, которая переводит любой питоний объект, не любой. Любой константный питоний объект, неизменяемый. В целое число. Почему вообще хэш нужен? В первую очередь, когда сравнение двух объектов, константных, оказывается тяжелой операцией. Сравнение двух строк, вообще говоря, линейно. Да? Или двух массивов. Вот мы поэлементно их сравниваем, сравним, константных, двух кортежей. Сравниваем, сравним, пока не наткнемся на различные элементы. Зачем нам это делать, если мы можем посчитать хэш от каждого массива, константного массива, разумеется, заранее, положить его прямо в модель нашего объекта, и для начала при сравнении сравнивать хэши. И если только хэши совпадают, вот тогда уже сравнить поэлементам. Как вы понимаете, особенно если эти самые хэши достаточно хорошо сделаны так, что для почти похожих объектов они строго различаются, а тут, видите, они таки строго различаются для почти похожих объектов, что для таких, что для сяких. А какого скорость учителя хэшами? Вот у нас сегодня на семинаре будет специальный инструмент, который позволяет вычислить быстродействие некоторой операции. Можно попробовать его задействовать. Он называется таймед. Честно, я думаю, что от разных объектов по-разному. Вы же понимаете, что если вы зафигачили кортеж на миллион объектов, то по-хорошему его хэш со сложностью миллион операций должен вычислиться. Ну да, то есть, по этому вопросу, вычисление хэша выгоняете, чем полиметное сравнение? Конечно, потому что вычисление хэша происходит один раз, а потом вы сравните хэши. А полиметное сравнение происходит каждый раз. Только поэтому. Вот. Скажем так, если вычисление хэша будет выдаемой операцией, чем полиметное сравнение, то сколько примерно раз мы должны будем сравнивать, чтобы у нас отблился... Я думаю, что нет. Смотрите, полиметное сравнение – это же примерно такая же операция, с точки зрения, по крайней мере, моделей данных в питоне, что и вычисление хэша. Потому что вычисление, как правило, поддерживается какими-нибудь операциями чуть ли не аппаратными. И там это делается буквально за несколько инструкций машинных. А основную часть вы все равно потратите, например, в конструкциях типа кортежа, на разыменование косвенной адресации. У вас есть адрес объекта, вы сходили к адресу объекта, там есть описатель объекта, вы сходили к контенту объекта, вычислили его хэш и опять. Так что пока вы создаете объект константный, вычислить его хэш – это, в общем, плюс 10% к сложности создания самого объекта. Хэши константных объектов создаются прямо вместе с этими объектами, потому что они больше не меняются потом. А дальше мы можем очень много всякого интересного узнать, сравнив хэши и не сравнивая сами объекты. И сравнивать сравнение строк получающих сверху происходит? У любых константных объектов. Сначала хэши, потом поименементное сравнение. Зачем сравнивать две строки, если у них хэши не совпадают? Именно по этой причине изменяемые объекты бессмысленно вычислять хэш, потому что каждый раз, когда вы меняете объект, его надо менять. И вот тут-то как раз мы задаемся вопросом. Для того, чтобы добавить элемент в список, достаточно… Добавление элемента в список имеет константную сложность, а вычисление хэша линейное. Упс. Такие дела. Забегая немножко вперед, сразу скажу, что на самом деле вы можете предусмотреть для вашего класса, который вы создаете, хэш. Для этого надо всего лишь определить спецметод хэш. Ну то есть фактически… Сейчас, как-то у нас было… А, да. Вот. Как обычно, это такой синтаксический сахар. У нас есть функция, ну точнее, даже не синтаксический, а обертка. Как обычно, любая такая функция – это обертка вокруг метода соответствующего. Есть метод хэш, есть. Эта штука нет, метод хэш нет. И вот тут уже на вас лежит ответственность, модифицируемый ваш объект или нет. Если он модифицирован, но вы предусмотрели хэш, будьте готовы к тому, что человек сходит к этому хэшу, к тому начало, запомнит его. И дальше… И даже не человек, а питон. Да? И дальше, в общем, будет как-то с этим работать. А вы тем временем под ковром, значит, там что-то поменяете. Ну, сам себе злобный брать. Вот. Значит, вот такая вот штука с хэшом. Наличие быстрого и, главное, встроенного в язык механизма хэширования позволяет… Да, значит, я здесь опускаю разговор про то, что такое хэш-таблица. Наверное, опускаю, дайте мне подумать. Ну, потому что это целый прям разговор. Давайте я просто напомню, как это вообще устроено, что такое, что за структура данных хэш-таблиц. Хэш-таблица – это ситуация, когда у вас есть массив, в котором хранятся, ну, скажем, ссылки на ваши объекты, произвольные, константные. Вот. Но хранятся они так. Индексом в этом массиве является хэш. Точнее, хэш, деленный там на размер таблицы. И для того, чтобы проверить, принадлежит ли данный объект данной хэш-таблицы, вы сначала вычисляете его хэш. И если в этой таблице по данному индексу ничего не лежит, значит, ваш объект не принадлежит данной таблице. А если в этой таблице по данному индексу что-то лежит, то это какой-то объект, и вы сравниваете. Если объекты совпадают, значит, этот объект принадлежит данной таблице. А если не совпадают, вы его перехэшируете. Есть много разных алгоритмов. И снова смотрите, а поэтому индекс есть алгоритм или нет. Вот в этой книжке, которую я переводил, которая называется... У него, кстати, довольно веселое название в русском переводе. Не я его придумал, его придумал редактор. Спасибо редактору. Типа эффективный программируемый на Python точка с примерами точка. Как-то так. Там вот этой операции хэширования отводится целая глава, если не больше, и там все дословно описано. Но если вкратце, то так. Мы храним массив. В этом массиве у нас лежат ссылки на объекты. Индексом этого массива является хэш. Причем не вот такой хэш, а примерно вот такой. Ну, скажем, вот такой. Значит, будет массив на 1 килобайт. Вернее, на 1024 элемента. И если произошло хэш-коллежин, а он произойдет, мы перехэшируем и смотрим. Соответственно, если мы собираемся хранить в таком хэше, ну, скажем, 300 или даже 600 элементов в такой хэш-таблице, прекрасно будет работать. По-моему, 2 трети, да, пороговое значение. А если мы пытаемся в ней хранить, ну, скажем, 2000 элементов, очень плохо будет работать, потому что они туда не влезут. И даже если ровно 2000, то может случиться так, что каждая операция перехэширования будет нам влетать в копеечку, потому что там тоже будет занято. Мы снова перехэшируем, а там опять занято, ну и так дальше. Вот. Поэтому, и это еще один принцип. Помните, как у нас устроен список, он же динамический массив? Список, лист, он же динамический массив устроен в питоне так. У нас есть некоторый объем памяти, в ней лежат, максимум может лежать n элементов, пока что лежит там k. Добавляем один элемент в список, будет k плюс 1. Добавляем n элемент в список. Происходит геометрическое масштабирование. Объем памяти увеличивается в два раза. Исходный массив из n элементов копируется в новое место, где он будет занимать половину этой памяти. И дальше все обратно. С множествами ситуация абсолютно такая же. Только пороговое значение там не полностью стопроцентно забитая хэш-таблица. Хэш-таблица забитая на какой-то определенный объем, кажется, на две трети, потому что дальше она становится неэффективной. То есть у нас есть массив. В нем, ну массив ссылок на наши элементы. В нем хранятся какие-то индексы. Нет, в нем хранятся ссылки на элементы. Индексом ссылки на элементы является, вот допустим массив размером 1024. Индексом ссылки на элементы является остаток отделения хэша на размер массива. Когда у нас количество заполненных элементов в этом массиве, точнее в этой таблице, превышает две трети от общего объема, таблица геометрически масштабируется в два раза. Вот и все. Примерно такая технология. Значит, за дальнейшим просьба идти куда-то, если вдруг у нас сегодня окажется время, я могу к этому вернуться. Вот к более подробному описанию. Но практика показывает, что я исключил из этой лекции подробный разбор, как работает хэш-таблица, именно потому что времени не хватает. Да. Я знаю, что это немножко такая разведшая массива, мы же не подряд ли? Да. Стратегии перехеширования очень много разных. Есть стратегия взять следующий элемент просто. И эта стратегия плоха тем, что для почти похожих хэшей у нас получатся длинные такие цепочки, следующий, 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 следующий. В питоне, кажется, делается повторное хэширование хэша или что-то такое. Потому что оно дает достаточно хороший разлет. Или нет, там, ксор с чем-то. Ну, короче говоря, правильная стратегия повторного хэширования состоит в том, чтобы сделать достаточно случайный разброс следующий. Вот. А хэша-хэша, это же самое хэширование, да? Нет, там сложнее. А хэширование даже следует число? Значит, там сложнее, да? Вопрос именно в том, ну, давайте поксорим с чем-нибудь, увеличим в два раза. Ну, короче, сделаем какую-то формулу, которая даст нам достаточно хороший разброс. Вот. А с коридией, в принципе, какие-то какие-то решения будут? Есть два способа, если уж возвращаться к теме хэш-таблиц, есть два способа классических. Открытая адресация хэш-таблицы, да? И адресация с цепочками. Открытая адресация состоит в том, что мы храним, мы храним, мы делаем перехэширование, да? Мы получили хэш-коллижен, вычисляем по некоторому алгоритму заранее предсказанный новый хэш и снова смотрим, да? А хэширование с цепочками вообще по-другому устроено. Мы храним ссылку на цепочку, и тогда получается само время работы хэш-таблицы удваивается, потому что нам каждый раз надо сначала вычислить адрес цепочки, а потом адрес цепочки. Время действия при этом все равно растет при заполнении линейно, потому что мы попадаем в одну и ту же цепочку, она может быть большой. Но в питоне используется открытая адресация. Шмяк, 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 шмяк. Соответственно, именно поэтому нам нужно геометрически масштабировать нашу хэш-таблицу, не когда она целиком заполнится, потому что тогда есть шанс, что поиск по ней будет вообще линейный. А когда она заполнится примерно на две трети? Потому что при заполнении на две трети в среднем поиск все равно константный, ну плюс какая-то умножить на какую-то мультипликативную константу, типа два или три. Вот. Такие дела. Да, давайте все-таки закончим бла-бла и начнем ручками делать что-то. Значит, ну множество задаются в этом самом питоне, конструкции с фигурными скобочками. В нем в множестве могут участвовать любые хэшируемые объекты и не могут участвовать не хэшируемые объекты. Вот. Значит, последовательность хранения объектов хэшируемых в множестве не фиксирована. Вам может показаться поначалу, что она такая же, как было в задании. Это именно потому, что у нас геометрическое масштабирование. Скорее всего, они лежат, эти объекты лежат в множестве в порядке, упорядочны по хэшам. То есть, вот давайте проверим, кстати. О, пожалуйста. Видите? Порядок другой. Нет никакого порядка в множествах. Множество это множество. Я вангую, что они упорядочены по хэшам, но я также вангую, что если мы будем это множество пополнять, 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 то в какой-то момент даже и бывший порядок все равно изменится, потому что произойдет геометрический масштабирование, хэши перевычислятся, они все разжлуются в другие места. Такие дела. Значит, разумеется, как для любого составного типа данных, встроенного, в питоне есть и сборка для множества. ну, скажем. Вот, пожалуйста. Слушайте, у меня в глазах путается или этот рейндж какой-то неупорядоченный? А, какой рейндж? Это же множество. Фу, господи. Как видите, да, вот, пожалуйста. Мы в каком-то порядке добавляли, но множество, разумеется, неупорядоченное. Ну, парьешь на самом деле по хэшам. И то не факт. Ну, вот. Множественная сборка. Вот. Главная фишка множеств. Да, значит, давайте еще раз напомню, что хэш-таблицы устроены так, что поиск по ним в среднем и добавление, удаление элемента в множество имеет константную в среднем сложность. Точно так же, как константную в среднем сложность имеет операция удаления, добавления элемента в динамическом массиве. В литературе это называется Amortized World Case. Amortized – это значит, что мы не включаем в этот подсчет ситуацию, когда происходит геометрическое масштабирование. Потому что геометрическое масштабирование, разумеется, линейную сложность имеет всегда. Вот. Не включаем мы геометрическое масштабирование в подсчет, потому что оно происходит раз в единице делить на два в степени n случаев, где n – это размер нашего множества. Вот. Поэтому, да. Так вот, поиск по списку у нас линейный, а поиск по множеству у нас константный. Поэтому, если вы хотите проверять что-то in чем-то, проверяйте это через множество. Да? Если у вас есть какая-то надобность написать что-то типа if a равняется, ну, скажем, b, да? if type от a и дальше проверить, что она, например, строка или, например, байт, то лучше писать так. О! Я не знаю, зачем я придумал, почему я такой пример привел, не спрашивайте. Просто, в любом случае, если вы используете операцию in, и справа какая-то константная конструкция, предпочтительно, чтобы это был не кортеж и не список, а множество. Вот. Другое дело, что каждый раз преобразовывать из списка в множество, чтобы потом в этом множестве поискать, это глупая идея, потому что преобразование из списка в множество все равно будет иметь линейную сложность. Ну вот, именно, что поиск в каком-то константном конструкции в множестве работает за константу, а в списке и этом самом, и кортеже работает за линию. Такие дела. Так. Элементы множества неупорядочены, это мы видели. Главная фишка множеств это теоретика множественной операции над ними. Смотрите. Ну, то есть, нет, помимо константного поиска, разумеется, теоретика множественной операции над множествами это буквально объединение, пересечение, симметрическая разность и что там еще. Еще что-то, я забыл, третье. Ну, то есть, буквально, вот вам объединение, вот вам пересечение, вот вам симметрическая разность, это когда элементы, принадлежащие одному множеству, но не принадлежащему другому. А еще есть просто разность, которая в случае множеств несимметричная, в смысле, не забыл слово. Да-да-да-да, это и ровно оно, именно так, убираешься пересечение из объединения, это вот в этом случае. Да-да-да, это она сама, а это именно разность, это элементы одного множества, не принадлежащие другому. Ну вот, как вы понимаете, это тоже делается довольно быстро, такое вычисление за ту же примерно линию, что позволяет нам всякие хитрые операции сделать эффективным. Само множество, разумеется, да, ну что еще можно сказать? Вот такие операции, разумеется, тоже поддерживаются. Понятное дело. Опять-таки мы помним, что для модифицируемых объектов операции плюс равно множество, или равно и всякое прочее равно операция, это называется augmented присваивание. Эти операции все реализованы не так, как для константных. Вот эта штука не модифицирует, не модифицирует, не модифицирует сам, не меняет объект, не подменяет его другим. Да? Вот. А модифицирует сам модифицируемый объект. В отличие от ситуации, когда мы то же самое делаем для каких-нибудь строк, списков и так далее. Не списков кортежей. Ну вот. Соответственно, множество у нас является модифицируемым объектом и не может быть элементом множества. Мы не можем написать вот так. Но, конечно же, частенько хочется иметь такое константное множество, которое мы никогда не будем модифицировать, потому что мы не только по нему ищем, но и с его помощью что-нибудь такое делаем. Например, оно является индексом. Для этого мы всего лишь должны написать что-нибудь в этом духе. Ну, тут необязательно создавать множество. Можно написать вот так. Вот. Frozen set это вот он. Все, оно пустое. А, кстати, обратите внимание на операцию поп. Она в множестве есть. Берет первый попавшийся элемент непонятно какой. Не случайный, но и непонятно какой. А зачем вам? Вы же из множества берете. Вот. Frozen set это то же самое, что set, только оно будет, соответственно, константным объектом. Что? Чем-то это плохо работает константно. А, это не константный объект. Нет. В том-то и дело, да, вы сами увидели. Ну вот, кстати, а вот так можно? Нет, нельзя. нам нужно именно последовательность там внутри. Вот. И вот этот самый T уже может быть, да, вот оно понятно, в нем нету, его нельзя модифицировать, оно поддержит операции все остальные, естественно. Вот. И оно может быть, оно хешable. вот. TEC, значит, но множество, это, пожалуй, еще не самый крутой и не самый популярный в питоне формат данных, а самый популярный в питоне формат данных это словари. Словари, они же ассоциативные массивы, они же маппинги, если мне не изменяет память в каком-то из, какой-то из терминологий, вот, решают более общую задачу. В множестве мы можем хранить только хэш-объекты, да, хэшированные, но мы-то хотим хранить произвольные объекты, вообще-вообще произвольные. Настолько произвольные, что у нас даже индекса у них нету, а вместо индекса у них какое-то там название, не знаю, ну что-то такое. Не упорядоченные, да, а просто вот есть некий некая константа, идентифицирующая хранимый объект. Константа хэшируемый объект нет. Константа может быть строкой, числом, чем хотите. Вот. И вот это как раз словари. Словарь с точки зрения пользователя выглядит как такой массив, у которого вместо индекса произвольный хэшируемый объект. То есть это выглядит буквально так. Вот мы говорим индекс и значение индекс, ну допустим, и значение индекс, ну не знаю, и значение вот. Разумеется, такого рода словари, как я сейчас привел пример, обычно на практике не использует никто, ну потому что как вы с ним будете работать совершенно непонятно. Но тем не менее так тоже можно. В качестве индекса используется вот, спасибо этому самому идентифицирую, который сам мне подсказал, что можно подставить. В качестве индекса используется объекта. Это я уже сделал. Любой хешерм объект. А в качестве значения вообще любой объект, давайте мы поменяем вот здесь вот на список. Список разумеется хранить тоже можно, потому что повторяю, так же как в обычном списке, можно хранить что угодно. еще немножко бла-бла на эту тему. реализован в питоне словарь? До питона 3.6 словари были реализованы как множество с атрибутами. Представьте себе хеш-таблица, ссылка хеша на этот самый, в смысле хеш от нашего хешерма объекта, ссылка на объект, и ссылка еще на хранимый объект оттуда. Разница только в том, что к каждой такой ячейке приписывался еще пейлот. Вот. В 3.6 питоне произошла некоторая революция, скорость работы современной реализации словаря после этой революции выросла в несколько раз, потребление памяти упало на некоторых случаях тоже в пару раз. Что там происходит? Мы сначала храним список и в нем нет дыр, мы просто в него докидываем значение. А этот список ссылается на журнал индексов, а этот журнал индекс уже ссылается на наши объекты. Это значит, что нам не нужно, например, при проходе нашего списка циклом проматывать пустые места, еще это значит, что нам не нужно. Короче, вот сейчас тут есть ссылка на основную идею, вот она здесь описана, вот это у нас как это раньше хранилось, это выглядит как множество со ссылками, вот, хэш, индекс, ссылка на объект, хэш, индекс, ссылка на объект, вот, а теперь это хранится вот так, индексы, в которых написано, какие элементы хэш-таблицы заняты, и список без дыр, в котором хранятся собственно эти самые элементы. Чем это удобнее? Тем, что нам теперь у нас при хранении индексов вот это пустые места, они занимают ровно одно машинное слово, а не хрен знает сколько, сколько у нас был размер объекта. Вот. Ну вот, плюс там есть по такому индексу проще пробежаться, ну и так дальше, и так дальше. Вот, у таких словарей стала медленнее операция удаления, потому что в действительности отсюда мы ничего не удаляем, мы просто помечаем вот этот слот, как в нем что-то было, а потом перестал. И в какой-то момент прибегает сборщик, который все это переструктурирует и так далее. Вот, но, как правило, из словарей особенно удалять никому не нужно, словари используются для другого. Вот, обычно их просто набивают, и потом с ними работают. Главная фишка современного словаря в питоне, в нем элементы хранятся в порядке добавления, потому что вот они, эти элементы. Мы можем отследить порядок, в котором элементы добавлялись в словарь. В 36-ом питоне это была Intended Fitch, в 37-ом питоне она уже стала официальной. У нас сейчас 3.12. объекты хранятся в порядке их объекта хранятся в порядке игролей. Мы можем, мы можем, скажем так, как они хранятся не наше собачье дело, но мы можем получить порядок их добавления. Они представляются нам в порядке их добавления. Смотрите, допустим, мы собираем множество из вот таких вот, ну, скажем, 24, да. А теперь давайте соберем словарь. Поскольку вот как формирует словарь, логично ожидать, что формирование словаря тоже поддерживает сборку, и, конечно, это правда. Ну, например, i умножить на 2 плюс 1. Вот обратите внимание на то, что множество у нас неупорядочено, а в словаре элементы хранятся в порядке их добавления. сначала мы добавили нулевой элемент, потом первый, потом... ну вот, да. А нам не важно, в каком порядке они хранятся. Нам важно, что мы можем этот порядок получить. Ну, может, они и хранятся в таком порядке, да. хранятся в таком порядке. Два на что он есть, он сохраняется. Я ответил на другой вопрос, но, возможно, возможно... Если мы сделаем условно добавление от 24-го к нуля, то мы... ну, давайте, давайте от 24-го к нуля. Да не в алфавитном, а в порядке добавления. Ну, почему здесь алфавитный порядок? Порядок добавления. Как добавляли, так и храним. Да, собственно, смотрите, я же не зря ссылался на вот этот вот кусочек из списка рассылки. поскольку у нас хранятся индексы, а заме записи хранятся в виде списка, этот список, он и есть порядок добавления. Вот и все, да, мы добавляем в конец этого списка. Ну вот, значит, более того, если мы, например, отсюда что-нибудь удалим, да, ну, например, вот, и получим вот такой элемент, в котором нету вот этого 12. Да, вот этого нет. после 13 следует сразу 11. Вот. И дальше потом добавим то, разумеется, оно окажется в конце, потому что оно было добавлено последнее, сейчас этого нет. А если мы заменим такой элемент, ну, скажем, 15, то разумеется, он заменится там, где он был. Вот он. В общем, эта фича надежная, уже много, много питонов, как надежная. Мы можем рассчитывать на то, что элементы в словаре хранятся в порядке и вот их туда добавление. А раньше просто как множество с атрибутами, да. А теперь, видите, там двойной такой, этот самый. Просто идея стоит в том, что вот это вот введение еще одного уровня косненности оказывается никак не влияет на быстродействие при чтении, потому что это очень маленькая штука, это штука меньше, чем вот это, обратите внимание, да, в общем случае, потому что, понятное дело, что реструктуризация происходит все равно при двум третям, да, у нас хэши. Поэтому эта штука всегда всяко больше, чем вот это, вот, а памяти она жрет, соответственно, меньше в три раза. Ну, в два, на самом деле. Такие дела. Да. Да, он вообще равен единице. Мы с вами это видели. True. Что? ID разные, это разные объекты. Почему здесь равно? Ну, то есть, естественно, true это не единица. Почему у хэши у другого один, один тоже? У другого хэши, у другого единица, один тоже хэши. Ой, как интересно. Не знаю. Давайте посмотрим. Да. А, и он вообще равен единице, да? Да. Ой, как интересно. Дайте подумать. Не могу, подумаю, не могу ответить на вопрос. А давайте вот что сделаем. Кстати, да. Это тоже правда. То есть, свойством хэша это удовлетворяет. У нас нету, нету заданий, нету необходимости взаимодозначности. Ага. Слушайте, я не могу ответить на этот вопрос, а мне кажется, что в этом вопросе нету никакого, что это accidental фиша, что в ней нет никакого заранее заданного скрытого смысла. Могу предположить, что это вообще наследие такого фишного мышления в стиле Гвида, когда true и false это вообще такие числа. Ну, мы знаем, что true и false это вообще-то числа, они поддерживают числовый протокол, вот это все. На мой вкус, наверное, я бы так не делал, потому что хэш, ну, хэш это же не имеет отношения к числовому протоколу. А может быть, имеет. Может быть, поскольку они поддерживают числовой протокол, то есть это, как это называется-то, как натуральные числа, множество натуральных чисел, как это называется, перечислимое множество, вот, да, что поскольку это такое же перечислимое множество, почему бы его не начать нумеровать с нуля? Вот. Возможно в этом дело? Я не знаю. Просто проблема в том, что из того, что конечно, true и единицы это неочевидный факт, то что... Вообще неочевидный факт, что если мы сделаем вот так вот, ха-ха-ха-ха, да, я вас понимаю, да, я вас понимаю, ой, да, вот это вот, вот это вот печалька, конечно. Да. Почему мы добавляем один нового позже, но у нас остается ключ-тумб? С ключ-тумбом спроса. Потому что это так работает. Сначала мы перв... А! Первое его создало, а второе просто... И считал то же самое значение, если бы у него... Да! А! У них же разные... У них же разные айди, как мы только что договорились, да? Ну, можно, можно. Я думаю, что... А! Давайте проверим. Но мне кажется, что будет один. Смотрите, это ровно оно, то, что вы говорили. Айди у них разные, ключом является первый, ну, первый попавшийся элемент. Но поскольку они равны, то... Их тут два. Значение заменяется на второе. Ну, опаньки, откопали, откопали. Получается, что это работает на всех ключах с одинаковыми шарами, а не только... Кстати, да. Кстати, да. И мы должны... Хорошая идея, да. Хорошее замечание. Чисто формально, чисто теоретически. Поскольку хэш-функция не является взаимноднозначной, мы не должны закладываться на то, что у двух разных объектов обязан быть разный хэш. Упс. У нас же как минимум надо. Мы это зафешировали. Спасибо. Да, 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 да. А мало ли, может, у нее хэш один. Да даже у нее какой-то хэш, и хэш... А, а с этого хэша... Ему равен. Да. Да, да, да. Все правильно говорить. Отлично. Давайте двигаться дальше. Значит, б-б-б-б-б, циклический конструктор, работа со словарем. Ну, вот она, работа со словарем. Да, в словаре у нас... Что-то такое было интересное про словарь. Про что я забыл сказать. Ну, неважно. Значит, вот у нас есть словарь какой-нибудь. Это не словарь. Это тоже не словарь. Хорошо. Это словарь. О, прекрасный словарь. У него есть, во-первых, способ добраться до отдельных... до последовательности ключей, последовательности значений и последовательности пар ключ-значения. И, как видите, это специальные внутренние структуры данных Питона. Они не являются хранимыми. Это такие итераторы, о которых мы будем говорить в следующий раз, кажется. которые пригодны для того, чтобы их засунуть в цикл for, но не пригодны для того, чтобы ими пользоваться напрямую. Зато, поскольку они являются вычислимыми последовательностями, а не хранимыми, они очень дешевые. То есть, ну, реально, мы можем писать... Сейчас, давайте вот так сделаем. Давайте посмотрим, какие у него вообще есть методы у этого dd. у него есть маппинг, у него есть, естественно, итер должен быть. Вот он, итер. А вот git item у него нету. Это значит, что он не является индексируемым, но зато его можно преобразовать в список или или вот так. сделать. Вот. Это items у нас был, да? Соответственно, очень хорошая тема, это for key key запятые value in the items, in the items, и поехали. вот это тема лучше, чем какая-то другая, потому что на самом деле мы не производим операцию поиска, разименования, вот этого всего, а нам сразу выдают вот эти списки, которые хранятся, как мы видим, как мы помним в нынешнем варианте, просто вот из вот нам вот эти списки и выдают слегка преобразованные. Это очень быстро, это супербыстро. Да? Поэтому вот так вот часто бывает, часто бывает нужно. Вот. Самая, еще одна такая побочная фича побочная фича словаря состоит в том, что словарь является сам по себе последовательностью и, собственно, он совпадает с d.keys. То есть мы можем написать вот так for k in d print d k или k dk. Вот. Но вот это написание неправильное, а вот это написание правильное. почему как это ну, помимо того, что так просто тупо быстрее, вы еще можете сделать запрещенную операцию, реально пилить сук, на котором сидите, и когда вы здесь вот так написали, то, чтобы вы не делали со словарем, он будет хотя бы вот этот items будет хотя бы адекватный, а если вот в этот вот здесь вот вы что-то будете делать со словарем, могут начаться интересные проблемы. Вот. Типа падение с этого самого отпиленного части дерева. Ну вот. Так делать не надо. Так делать надо. Так. Это было... Да. Что еще можно сделать с списком? А, да. Значит, есть несколько разных способов обратиться к элементу массива. в смысле, не массива, а словаря. Во-первых, можете сказать так. Во-вторых, можете сказать... Ну, вы можете сказать вот так, у вас ничего не получится. Вы можете сказать вот так. и это то же самое, что вот это. Давайте проверим. Нет, не то же самое. Что сейчас произошло? Кто помнит? Тупой вопрос. Нет, get вернул known. В командной строке, если функция возвращает known, то этот known не печатается. Вот. Соответственно, как ни трудно догадаться, вот. Я видел такие дисциплины программирования на питоне, где вообще запрещено пользоваться вот таким инструментом, а надо писать всегда вот так. Даже нет, всегда вот так. Вот. Это превращает код в малочитаемый, но зато он никогда не падает. Неизвестно, что лучше на самом деле. Уже лучше пускай падает, это значит, вы неправильно написали. А если вы написали неправильно, но вот так, он еще и не упадет никогда. Значит, а тем не менее, есть еще и более, более продвинутый инструмент. Он называется setDefault. Смотрите. Все. Теперь они равны. Это довольно удобная штука, функция method setDefault, когда вы просто набиваете ваш словарь какими-то элементами, заменяя, если такие уже есть, новыми значениями. А если нету, ну то есть вот, нет, наоборот, вы просматриваете ваш словарь, в котором эти значения либо есть, и вы их забираете, либо нету, вы его тогда набиваете, чтобы они там были, и их же и получается. Вот setDefault. Очень удобный инструмент. Ну и всякие другие методы. На самом деле, у словаря методов довольно много, прямо-таки, прямо-таки, скажем, в количестве. Что там еще интересно? Ну, попайте. Это тоже поп. Он удаляет последний элемент. Напоминаю, что словарь у нас хранит последовательность добавления. То есть сейчас будет 12 ку-ку, а сейчас будет 1-3. И возвращает он пару. Разумеется. Интересно, а можно? А можно по индексу или только последний? Только последний. Вот. Что еще такого интересного есть? А, кстати, есть поп. Вот поп кажется по индексу. Да, 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 да. Да, так нельзя. Ему надо сказать, какой именно я хочу удалить элемент. Ну, вот, пожалуйста, да. Вот. Как видите, довольно развесистая штука. Что еще есть? Ну, разумеется, есть метод копии, который делает неглубокую копию. Помните, что такое неглубокая копия? Да. Это когда внутренний элемент ирекурсивно не копируется, а копируется только внешне. Да. Тоже минус 2. Офигеть. Просто гениально. Ну, как это? Возможно, это сделано intentionally, чтобы, значит, это, как правильно сказать, не привыкали к взаимнооднозначности хэшей. Хотя я думаю, что это на самом деле accidental фича, что там просто так устроено вот это все. Может, минус один какое-нибудь служебное значение? Ухуша, да. Может быть, ухуша минус один служебное значение, а поскольку никто не клялся, что они совпадают, ну, ухуша минус два. Это никак не ухудшит, как вы понимаете, работу хэш-таблиц, а надежду вашу на то, что хэш взаимнооднозначная функция, разумеется, не оправдает. В общем, вы создаете слова, которые мы будем называть минус один? Можете, конечно. Там же, там же проблема-то в чем? Хэши совпадают, а объекта нет. Чинься, что я не могу. Я правильно открыл, а данные в последнем месте подхватывают, а сейчас, конечно, мне извините, оказалось, мне извините. Чинься, что у вас? Минус дом, я это не имею в виду. Ну, Брайтон, извините, Брайтон написан на джавоскрипте. Вот. Более того, в стандарт питона не входит описание точных значений работы функции хэш. потому что так, на секундочку, чтобы вы понимали, да? Понимаете, да? И это, кстати, не просто так сделано. Я забыл об этом сказать. Значение функции хэш зависит от того, как это, от конкретной копии интерпретатора. И это не просто так сделано, потому что были во многих движках на питоне написанных security дыры, связанные с тем, что можно предсказать хэш, а глупые программисты его используют для security вещей. Вот. И там сначала люди из числа секретчиков огрызались, вы еще с ума сошли, вы используете конкретные адреса в памяти для security. Это не security, это obscurity. На что вот такая легион питонистов вот таких вот говорит, мы ничего в этом не понимаем, вот хорошее число, я его использовал. Ну, короче, они там подискутировали, решили, в какой-то момент продвинули пеп, в котором сказали, ну, окей, специально для вас. Хэш при каждом новом запуске питона будет новый. Всем спасибо, всем до свидания. Вот. Да-да-да. В общем, это как обычно, да, все кажется очень просто, но в действительности довольно весело и еще непонятно, вот, вот, что хорошо, что плохо. Сравнительно недавнее, кажется, того же 36 питона новшество, и это дикт от... А, нет такого, да? Ну, сейчас, тогда ручками сделаем. Дикт вот. Так, я вообще правильно делаю? Вот, правильно. Кстати, обратите внимание на функцию zip, очень удобная в быту функция, прям вот сплошь и рядом нужна всем и каждому агрессивно ее рекламирует. Значит, эта функция делает транспланирование наших последовательностей. Из двух последствий делает последовательность пар. А функция дикт из последовательности пар делает собственный словарь. Вот. Так вот, давайте... Нет. Пара это пар? Пара это последовательность из двух элементов. Любая. Давайте. Да, не си ее как еще. Давайте проверим. Мне кажется, что... Мне кажется, что кортеж, да. Ну, потому что это константная последовательность, очевидно. Зачем ее с ней что-то делать? Вот. Она нужна для дальнейшего преобразования. Так. Так вот, значит, у нас есть такой вариант и секвой вариант. Ну, допустим, от 16, от 6 до 16 и 26 до 36. Да? Вот. Значит, смотрите. Сравнительно недавно придумали вот такую фишку. Это обновление значений создания нового словаря, в котором ключи старого совпадают со старым, а ключи нового совпадают с новым или же ключи нового совпадают с новым сначала. Давайте посмотрим. 6, 7, 8. Вот. 7 у нас было. А, там и там, и там 27. Да? Я тупенький. Да, я тупенький. Давайте сделаем по-другому. Здесь сделаем 126, 136. 20. Так. С, D. Значит, в C у нас было 7, 127, в D у нас было 7, просто 27. То есть, при таком обновлении все старые замещаются новыми, все новые отсутствующие добавляются. Да? Вот, смотрите. У нас в D была единичка, в C теперь есть единичка. Где она тут? Не в C, а вот в результате выражения есть единичка. Вот она. Кстати, обратите внимание, добавились в конец. Да? В C у нас была семерочка. Вот она. Она была равна 127. Вот. В D у нас была 27 просто, и в результате она равна, в D она была просто 27. Вот она. И в результате она 27. То есть, такое обновление. Это почти как метод update, который тоже был и раньше, но метод update обновлял содержимого словаря in place, а эта штука формирует новый словарь. Очень удобно. Вот. Если хотите, можете вот так написать. Вот это уже будет чисто как update. Вот. Я очень надеялся, что они еще придумают что-нибудь вот такое, но они не договорились о логике и не придумали. Ну, потому что обновление понятно как, а вот когда вы делаете пересечение, кого оставлять, первого или второго? А если там вот, ну, короче, вот, не придумай. Ну, когда обновление они делают и справа, и справа? Короче, там есть соображение в обе стороны, оба соображения логичные, поскольку оба соображения логичные. Цель или дель не равно дельцу. Нет, не равно, это обновление именно. Обновление первого, вторым? Обновление первого, вторым. Так же, как функция update. Только она вместо того, чтобы модифицировать метод update, вместо того, чтобы модифицировать C, модифицирует и создает новый объект. Что, в общем, очень важно, потому что иначе для такой операции приходилось сначала создавать новый объект. Так, и следующая тема, очень коротко про нее, это тема про то, где используется словарь в питоне. Короткий ответ, везде. Ну, для начала, неправильно. Правильно. Помните такую штуку? Это функция global, в которой что-то такое возвращает. Знаете, что она возвращает? Словарь она возвращает. По ней даже видно, что она возвращает в словарь. То есть, вообще говоря, то есть, не так, а вот так. Ой! я вам даже больше того скажу. То есть, вы можете получить доступ к всему namespace, поэтому доступ получить, значит, по имени вашей переменной, получить доступ к объекту, модифицируйте этот объект, если хотите. Я вам еще больше того скажу. Сам этот namespace вы тоже можете модифицировать. Ну или давайте так. Абсолютно такая же фигня с locals. в общем, вы меня поняли. Оказывается, это такая, как это, великое закрытие. В нашем курсе будет несколько великих закрытий питоновских тайн. Великое закрытие питоновской тайны состоит в том, что нет никакого специального странного места под названием какая-то, значит, область видимости, потому что это словарь. Это, на самом деле, не совсем так, там все еще сложнее, но в этом месте это ровно так. Это просто словарь, в котором хранятся эти самые имена. Добавили туда имя, будет что-то, не добавили, не будет. Какие дела? Та же самая фигня в параметрах функций. Помните, мы про это начали уже говорить? Что в функции есть эти самые именные параметры и вообще говоря, они образуют словарь. Это чуть другое. Вот. Да, значит, синтаксис передачи распаковки и запаковки именных параметров такой же точно, как распаковки и запаковки списков, ну, в смысле, кортежей, только с двумя звездочками. Ну, буквально. позиционные. Нет, принято писать так. Keyword args. Значит, вот эта функция принимает любое количество любых параметров. Любой, любых. если вы хотите передать функции некоторое количество именных параметров в виде словаря, передавайте их в виде словаря. Используйте такую же конструкцию, как, вот, допустим, фунт от звездка и звездочка, а здесь словарь. а равно раз-два-три, b равно 4-5-6. Пожалуйста. Маленькое извращение, которое недостижимо в реал-лайфе. Вы можете передать функции параметры с именем, не являющимся идентификатором. Вы не можете это описать в виде синтакиса дефа, дефайна, да, не можете. Вот. А если вы написали звездочка-звездочка кварц, то все, там приедет, что приехали, то и приехали. Помните, я говорил, что операция распаковки и запаковки параметров при передаче их в функцию, она не просто дешевая. Если вы используете, это работает чуть-чуть быстрее, потому что не происходят официальной распаковки и именовать. Не приходится их именовать. Вот это вот ровно. Я не знаю, зачем это можно использовать, но можно. Такие дела. Да. А две стоточки это прям отдельная статическая конструкция? Да, это отдельная статическая конструкция. Нет, это не звездочка-звездочка. Нет, это отдельная конструкция, конечно. безусловно ну то есть давайте я понимаю что двойной двойной космос не так не так понятно давайте сделаем так дев фуны нет фуны до именные параметры а равно не только вам я там обнаружил обнаружил у людей некоторые давайте еще вот сделаем так вот звездочка звездочка к вы print а запятая b запятая кв 20 я я слышу там дискуссия это означает что что-то произошло пришло к это непонимание видите да вот эти параметры проименованы явно они приехали вот сюда ну давайте тут раз два три тысяч вот они приехали вот сюда и этот параметр явно не поименован он приехал вот сюда потому что его нету явно по именованных вариантах я про это говорю что вот говорить понятно на самом деле не совсем понятно если в это вдуматься это вообще это супер тупо и супер просто вот вы просто их передаете все они там парсится которых есть собственные имена они в эту сторону уходит которых нет в ту все вот супер тупо только да это словарь вот в произвольном но они же именные дают вам в общем-то порядок не важен раз уж они именные 20 такие дела еще одна тема которую я хочу употыкать прямо сейчас у нас осталось пять минут мне надо 6 это тогда нам на все хватит так бабу бу значит ну про глобус локус мы поговорили про перед да да значит еще раз еще раз давайте сходим тогда в описании четкое описание разделение параметров функций мы это уже говорили но теперь мы понимаем в чем речь окончательно функция прямо в коде на питоне может быть описано вот так вот здесь вот идут параметры которые строго позиционные вот здесь вот идут параметры которые ща дайте вспомним да вот здесь вот тут совершенно сприваю параметры которые могут и позиционными и именованными вот здесь идут параметр строго именованы при этом у них даже может не быть значение по умолчанию да все равно вы обязаны их указать это сделано специально для того чтобы разрулить две разные функции вот этой конструкции до определенного момента конструкция равняется чему-то делала параметр одновременным именным и одновременно задавал ему опцию по умолчанию теперь это можно разделить например вот сюда можно показать задать опцию по умолчанию это будет позиционный параметр ну короче вот а это будет строго бины примут слыша звездочка прям пишутся в код да конечно конечно они потому именованы ну вот в общем почитайте эту ссылку там все довольно четко написано просто она такая немножко замузкой нет нельзя вот видите да вот порядок этих секций строго строго определен соответственно да конечно более того нет да да потому что у нас четыре позиционных да вот более того вот если если вы не указали вот этих секций явно там получается две секции условно говоря параметры позиционные у которых нету дефолта и параметры одновременно позиционные именные у которых дефолт есть вас да и менять их местами тоже нельзя эти две секции понятно что звездочка звездочка аркса это строго позиционные параметры строго именные параметры без всего понятно а давайте вы это сами проверить уже мне кажется что это как бы проще спросить у питона чем у меня потому что я все равно буду спрашивать у питона вот значит еще одна тема и это пространство имен как параметр мы с вами в домашних заданиях все время пользовались функции и вал input для того чтобы упростить вот данных домашнее задание естественно я вам говорил что не надо пользоваться функции и вал в продакшн серверах потому что в его ли можно вызвать что угодно например а проимпортировать модуль сис из него сделать вызвать команду ром минус 1 звездочка вот значит но 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 у функции его есть некоторые интересные подробности если по него посмотрим help мы увидим что они такая простая как кажется помимо кода которая она собирается и валить у них есть еще два параметра это глобал с и лукал с полы прошу заметить позиционный то есть что это означает это означает что можем написать например давайте выйдем войдем скажем его от а умножить на бы и от штук сейчас не сработает потому что у нас в глобальном пространстве имен не определено не они бы но мы это глобальное пространство имен можем задать и сказать его вот а у нас будет равно 1 2 3 ну и 2 3 бы будет равно 45 но еще и c который никому не нужно будет равно 78 опа то есть вычисление вот этой штуки будет происходить в таком пространстве имен где есть только именно а б и c мы подменили этому его лу глобус да если например напишем ну или там а разумеется это никак не по мне воздействует на его у вас в этом плане вот есть более тонкие штуки предположим вы все-таки хотите и валить текущее пространство имен но добавить туда еще что-то не модифицирует а пространство имен тогда можно писать так давайте выйдем напишем а равно ну скажем 10 и вал в качестве глобального пространства имен передадим ему глобальное пространство имен а а в качестве локального пространства нам напишем бы бы стоп а вот вот значит манипулируя тем и этим двумя пространство имен которые воспринимаются как глобус и локус обратите внимание что поиск идет сначала в локус потом в глобус вот манипулируя вот этим всем вы можете очень запутанно реализовать логику этого самого и вала а также и где к потому что помимо функции его еще функции икзек который вместо того чтобы вычислять выражение на питоне выполняет кусок кода на питоне нет п украина нет он нет так нет А давайте попробуем. Десятикратно. Точнее, стократно. Ну, как почему? Потому что а равно вот это что? Это а. А умножить на и не стократно, там 50. Ну, короче, ну, не стократно. Да, сначала один раз, потом два раза, потом три. В общем, потом, потом, потом сто, потом десять. Если мне не изменяет память, он возвращает новым. Давайте попробуем. Да. Он возвращает новость. Нельзя, ну, чем-то, чем-то. Нет, зачем? Игзек же не для этого. Игзек, он и так... Да, он исполнит код. Да, но, но, но. Простите. Ну, он изменит все, что он изменит. Он изменит то, в чем он вычислялся. Вот если мы ему скажем... Вот здесь вот глобус вот так напишем, да? Ой. Это не в экзек попало. А, это не попало в экзек, да, это был принт. Окей. Нет, это плохая идея. О. Ну, хорошо. Давайте мы ему напущим в вот так напишем. Брич. Это глобус. Весь. Потому что к нему приехал весь глобус. Он же у нас был пустой. У-у-у. Интересно. О. Ну, короче, вот. Можно еще вот так сделать. Давайте, стойте. А, нет, нельзя. Ну, в общем, вы меня поняли. Да. У нас был в жерконе, если мы у вас выводим в хелл, там же написано, что у нас там означает глобус. Ну да. Ну, это означает, что мы ходим к глобальному глобусу и к никакому локалсу. Почему здесь написано... Ну, в общем, почему новым и почему, вероятно, не написано глобусу с куском? Как густую новую, должно означать, что там, например, это не как густая область, а не... Нет, нет, нет. Тут, кажется, написано не это. Мне другое не нравится. То есть, здесь, кажется, не написано, но мне кажется, все-таки так оно работает, что если глобус равняется новым, то мы ходим к настоящему глобусу. Мне не нравится другое. Мне не нравится... А-а-а... Нет, все нормально. Вопрос только в том, по какому принципу формируется этот глобус. Смотрите, мы передали туда список в качестве глобуса. Ну, не список, словарь. И в результате оно туда напихало вот это все, дефолтное. Вообще-то неправильно. Так не должно быть. А почему-то, потому что мы передали на пустой... Ща. Да, да, да. Мы какую-то интересную конструкцию вообще сформировали. Ну, давайте посмотрим. А если мы вот так напишем? Так. Неа, все равно. Все равно глобус сформировался полностью. А как он вообще разнормально? Почему это не отношение имеется в виду глобус? То есть он глобус... Смотрите. Вот у вас есть экзек. В этом экзеке, вообще говоря, должны работать исключения. Где он увидит имя исключения, которое он рейзит? В built-ins. Это значит, что в том глобусе, который исполняется внутри экзек, должен быть built-ins. Вот он. Он туда добавился. Туда еще на всякий случай... А, ну это только built-ins, кстати, больше ничего. Смотрите. Ну да, там всего три элемента. То, что мы туда передали, built-ins и ccc. Билт-ins там должен быть, иначе этот экзек не сработает. Вот. А в local, разумеется, такого не будет. Ну ладно. В общем, да. И кажется, последняя тема, нам осталось три минуты на нее. Это модуль collections, про который я не буду рассказывать слишком подробно, потому что он достаточно большой. Обращу ваше внимание на то, что есть три типа данных, которые нас, наверное, интересуют в плане разговора про сегодняшнюю лекцию. Первый тип данных мы с вами уже упоминали. Это DEC. Это такой PAN. Да, это одновременно означает и DEC как колода, и DEQ как очередь. Вот. Это такой, не двунаправленный, а двухконечный список. Помним, что списки в питоне обладают свойством константной операции с концом списка и линейной операции с началом списка. Это неудобно, когда у нас есть тип данных типа очередь, в котором надо работать и с началом, и с концом списка. Так вот, тип данных типа Collections DEC обладает константной сложностью операции и на начале, и на конце списка, и делается он просто как такой бродячий кольцевой буфер по общему объему памяти, занимаемый этому самому списку. Значит, тут ничего нового, я про это, кажется, рассказывал. В лекции, посвященном, собственно, спискам. Следующий интересный тип данных – это именованный кортеж, который ведет себя как кортеж, но при этом можно к нему обращаться по именам полей. Ну, потому что если у вас есть кортеж из шести полей, которые что-то значимое означают, x, y, z, площадь, возраст, пол, задолбаешься, вспоминать, на каком месте что стоит. Особенно, если это не y, z, а что-нибудь такое совсем неупорядоченное. Лучше их проименовать. Name and Tuple – это такая простейшая структура данных, которая позволяет пользоваться ею и как тюплом, и как объектом, у которого есть поля именованные. Эти поля вот здесь вот, собственно, именуются. Такие дела. Вот. Штука, которая потребуется вам в домашнем задании – это каунтер. Каунтер – это счетчик, это такой наследник от словаря, который по умолчанию занимается тем, что хранит в качестве значений количество встреченных ключей. Ну, то есть, буквально. У него в качестве параметра этот самый любая последовательность, да, хешируемых элементов. Строка является последовательностью хешируемых элементов строк. И вот он взял и посчитал, значит, что у нас в этом, да. Причем мы можем сказать точка update, ну, скажем, вот. И результатом будет не update для словаря, где одно значение меняется другим, а обновление счетчиков. Ну, например, v у нас теперь встречается 7 раз, прибавили к нему. Что еще есть? Есть функция most.com, которая выводит в упорядоченном виде, или, скажем, только 4 штуки упорядоченные. Да, есть функция total, которая показывает, сколько там элементов было в результате. Это про сумму ключей. А еще словари, эти самые счетчики, у них есть арифметическая операция. Вы можете написать, допустим, вот у нас есть c, d это равняется counter. Вот, ну, скажем, c, d, c минус d. Да нет, по-моему, все-таки в порядке возникновения, видите, q, v. Нет, он вычитает именно. Да, вот, 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 v теперь 6 раз встречается. Встречалось 7 раз, но минус 1, 6. Он их вычитает. А d минус c нам покажет совсем коротенькую штуку. Там все больше. Вот если бы мы сейчас d напишем, допустим, d, 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 вот. Если счетчик зашкаливает ниже нуля, он не выводится. Вот. В общем, довольно удобный инструмент. Видимо, там где-то внутри, можно почитать, как он реализован, но, видимо, там где-то внутри несколько упрощены операции. Сейчас давайте посмотрим, как он реализован. Я думаю, что там нет составляющей на c. Похоже, что нет. А, нет, есть. А, d, 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 d действительно реализован на c, понятное дело, потому что там нужно вот этот кольцевой буфер по памяти двигать. Вот. А в остальных случаях, да, вот давайте посмотрим, где этот самый, какую фамилию, counter. Во. Вот, пожалуйста, вам класс-каунтер на чистом питоне написан, и все дела. Вот. Да, ну и последняя вишенка на торте. На этом я заканчиваю. Есть прекрасный словарик, прекрасный наследник от словаря, который называется default dict, в котором вы задаете функцию, которая конструирует элемент словаря. Ну, например, сейчас, from collections, import default dict. Да? d равняется default dict. Ну, скажем, функция, которая создает элемент словаря, например, int. int будет нам возвращать 0. Да? Ну, int. Возвращает 0. Соответственно, d равно 0. Равно 0. Всякий раз, когда вы ходите за элементом в словарь, он по умолчанию создается вот этой функцией. Да, естественно, изменится. А она изменится? Конечно, конечно. То есть, в прошлом эпоху, выяснили, что нового? Да, да, да. Вот. Ну, и последнее, что я хотел сегодня показать, это мелкое извращение. Давайте посмотрим, что будет, если мы напишем вот так. Ну, давайте, что ли. Да, неважно. Давайте для принта. Это очень тяжело выводить, поэтому давайте мы джессоном его будем вывозить. Так. Окей. t равняется 3. t равняется 1, 2, 3. t m t m равняется 4. Да, где-то кавычка пропала. Спасибо. Ну, и вот так, допустим. Дерево-досрочник. Словарей, 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 словарей. Словарей. Все. Вот. Да, он просто по умолчанию заводит default dict в качестве элемента. В него можно добавлять default dict в качестве элемента, который по умолчанию туда заводится. Абсолютно бессмысленная, с практической точки зрения, конструкция. Единственное, что в ней интересно, это вот просто поразмыслить над тем, как это вот все работает. Да, вот. Как бы тут перевод строки-то сделать? Кажется, никак. Вот. Так красивше. Двусрочник. Такие дела. Все. Значит, кажется, это все, что я хотел сегодня рассказать. Да, домашнее задание на словаре множество. Если есть вопросы, задавайте. Нет вопросов. Тогда всем спасибо. В следующий раз у нас сейчас посмотрим, что. Итераторы. Итераторы, декораторы. Все. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, сразу после этого будет класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...